Восьмой лицей активно включился в конкурсную гонку программы поддержки местных инициатив в 2017 году. Уникальный проект заинтересовал коллектив и родителей сразу. Удалось создать ТОС «Счастливый» – гребкую команду, в которую включились администрация и спонсоры. Программа поддержки местных инициатив, сокращенная ППМИ, она реализуется по инициативе главы Республики Башкортостан. Мы одними из первых в городе начали воплощать эту программу в действие, начиная с 2017 года. И вот уже на протяжении четырех лет мы участвуем в этой программе. «Преображение радующих глаз» – это обновленный спортзал второго корпуса. Одно из достижений в рамках участия в ППМИ, в котором гордятся педагоги, родители и дети. Удалось произвести косметический ремонт, сделать зал просторным, светлым и комфортным. За несколько лет сделано немало и других шагов. «Сделали входные группы, асфальтировали территорию, сделали школьные туалеты. И вот сейчас весь акцент сконцентрировали на установке оконных рам и блоков». Также тут активно занимаются ремонтом оконных блоков. А на нынешний год лицей ставит задачу провести капитальный ремонт пищеблока второго корпуса. Школа построена в 1968 году. И понятно, некоторые ее составляющие нуждаются во внимании. За четыре года лицею удалось привлечь 10 миллионов рублей из бюджета республики, около миллиона вложений родителей и порядка трех миллионов из городской казны. Столь плодотворная работа не оставляет сомнений. Пищеблок будет обновлен. «Поучаствовав в этой программе, мы сделаем наш пищеблок, но одним из самых хороших и красивых. Создадим условия для работы наших работников, и дети получат еще более качественную пищу». В гонке по ПМИ помимо лицея номер 8 участвуют и другие школы. Кадетская школа номер 2 или ТОС Дуслык планирует приобрести оборудование и отремонтировать учебные кабинеты. В седьмой школе ТОС Грамотеи ставит задачу провести капитальный ремонт входной группы. А вот в 25-й гимназии ТОС Мирас намерены провести капремонт кровли. Активисты по ПМИ благодарны за содействие работникам школ, родителям, детям, городской администрации и спонсорам. Впереди новые свершения. Зуфия Суергулова, Рустам Гайнанов, телекомпания «Салават».